Медалин Питчерс представляет Медалин Питчерс представляет Медалин Питчерс представляет Внимание, наземным службам приготовиться. Эскадрилья возвращается с боевого задания. Внимание, наземным службам приготовиться. Вернулись только двое. Мы смогли прорваться, сэр. Разбомбили заправщики ангара. Хорошо. Что произошло с машиной лейтенанта Дэвиса? Честно говоря, не знаю, сэр. Мы повернули к дому. Дэвис вышел на связь и сообщил, что у него на хвосте зеро. Потом он уже не отвечал. Я пока подожду. Не пишите рапорты. Боюсь, что они погибли, сэр. Пока есть топливо в баках, остается шанс. Так точно, сэр. Ребята справились с заданием. Посмотри на фотографии. Отличная работа. Нужно позвонить в разведоотдел. Ждать нечего. Думаю, да. Г-2. Майор Стэнлор. Операция 6W. Докладываю. Задание выполнено. Два бомбардировщика вернулись. Третий нет. Да. Лейтенант Джонатан Дэвис с экипажем. А именно... Штурман. Лейтенант Джек Сарноу. Бомбардир-сержант Гарольд Рэск. Радио-сержант. Внимание. На посадку заходит бомбардировщик. Положи трубку. Я перезвоню. На посадку заходит бомбардировщик. Бомбардировщик. Кристофер. Вот черт. Сарноу. Погиб в бою. Сержант Трэск. Погиб в бою. Сержант Лазвилл. Сержант Максвелл. Сержант Пэдис. Сержант Пэдис. Пропал без вести. Что? Без него я бы не смог бы вернуться на базу. Подробности можешь сообщить? Мы задерживаем рапорт. Такое в простом рапорте не напишешь, сэр. Там случилось такое. Все это связано с тем, что было много лет назад. Если вспомнить школу, он был таким типичным тощим пареньком, который вечно задирался. У него были претензии ко всему окружающему миру. Ко мне в первую очередь. Его вины в том не было. Его папаша не вылезал из тюрьмы, а мой был директором нашей школы. Потом он вырос, сбежал и не собирался возвращаться домой. Попал в кабинет местного инспектора по делам несовершеннолетних. Он сбегал отовсюду. Но что с ним можно было сделать? В прошлом году на Кони-Айленде мы развлекались с тири. Самоубийство бывшего заключенного в кабинете участкового инспектора. Видишь, все очень даже просто. Как съесть пирожное? Попробуй. Что делай теперь? Покрепче прижмись ко мне. Я думала, ты будешь меня учить. Ах, да. Спусковой крючок, детка. Я попала. Прямо в яблочко. Привет, Фокси. Уйди. Но, Фокси, отвали. Ну ты, говнюк. Чего нужно ли, гавый? Мне жаль, что так вышло с твоим отцом. Хочешь успокоить совесть? Я не виноват. Я забрал его на обычную проверку. Ну, конечно. Только старик нашел работу, ты его взял. Его прихлопнули. Ему ни на минуту не давали забыть, что он сидел. Это неправда. Вы довели его до смерти. Давай. Изображаешь корабльца? В обойме семь патронов. Ты сделал семь выстрелов. Уже успел подсчитать. Ты в своем репертуаре. Твой отец здесь ни при чем, Фокси. Я просто делаю свою работу. Я хотел сказать, что мне жаль. А я говорю, что не забуду этого. Когда-нибудь я сделаю с тобой то же, что ты сделал с моим отцом. Может, и не получится. Вчера я записался в армию, так что прощай. Прощай, придурок. Хороший разговор. В нем весь Фокси. Для него тот, кто пошел служить, придурок. Так началась моя служба в армии. Я стал сержантом авиации. Теперь у меня были базовые знания, и я попросился в школу стрелков. Меня отправили в ХАКС. Армейскую школу стрелков Харлинджен. В штате Техас, на самом побережье. КОНЕЦ 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 Вы все добровольцы, так что уговаривать вас не надо. Штурман вычислит курс, пилот доставит к цели, бомбардир уничтожит ее. Но ваша задача, воздушные стрелки, уничтожить противника, чтобы бомбардировщик мог вернуться домой. Так что никаких случайностей. Не будете справляться отчислим. Или ты хороший стрелок, или мертвый. А вместе с тобой и твой самолет, который отправили на задание. Безопасность самолета, вас лично и всего экипажа, зависит от освоения программы. Помните об этом, и я уверен, что из вас получатся лучшие стрелки, каких еще не было ни в одной армии. Курсанты, смирно. Мешки на плечо. Эскадрилья вперед, шагом марш. Эскадрилья, стой. Налево. Шагом марш. Стой. Направо. Первая шеренга, шаг вперед. Марш. Вольно. У каждой группы будет инструктор, занимающийся с вами на протяжении всего обучения. Инструктор группы А. Сержант Пэдис. Сержант Джонс. Сержант Джонс. Раз знакомству, Джонс. Можешь положить мешок. Имя? Рядовой Максл. Спать охота? Так точно. Никогда не удавалось выспаться. Из-за чего? Последняя работа, сэр. Ночные дежурства. Вольно. Гаджет плейн. Рядовой плейн, сэр. Радист. Гаджет? Рад знакомству, Гаджет. Застегнись. Рядовой Ленд, сэр. Рад, что попал к вам. А откуда ты, сынок? Мой дом недалеко отсюда, сэр. Очень хочется стать стрелком, сэр. Да. Умывайся и чистя нос. Все будет в порядке. Привет, Фокси. И ты здесь, приятель. Маленькая война. Да, обычное дело. Разойдись, ребята. Увидимся в 5.30 утра. Эй, Фокси. Эй, Фокси. Я не могу помешать тебе быть в моей группе, легавой. Но вне занятий. Держись от меня подальше. Может, хватит, Фокси? Мы в армии для одного дела. Да, меня призвали. А ты, дурак, сам напросился. Выпусти пар. Ладно, будешь героем. А пока ты здесь, будешь выполнять мои приказы. Тебе ведь будет неприятно, если тебя вышибут отсюда. Да, радости это не прибавит. Вот и отлично, сержант. Увидимся в классе. Оружие само по себе не обеспечит безопасность стрелка. Хотя они лучшие друзья. А теперь нож и вилка. Блейн. Блейн. Да, сэр. Слушаю, сэр. Что это у тебя? Устройство. Я сам его изобрел. Секретное оружие Америки? Нет, сэр. Инструмент на все случаи жизни. Видите? Во-первых, это чтобы колоть лед. Нож. Вилка. Так. Это еще и открывалка. Вот штопор. Просто великолепно. Да, сэр. Дома в гараже мне говорили, что я великий механик. Неужели? Да, сэр. У кого-нибудь табачку не найдется? Табачку? Да, сэр. Забыл сказать. Это еще и трубка. Садись и слушай внимательно. Есть, сэр. Сержант Дэвис, как определяется вертикальный сектор обстрела? Вертикальным углом, по которому движется пулемет, выше и ниже линии, соединяющий ствол и мишень, так, чтобы выстрелы угодили в цель. Сэр. Ты очень умный. Ты очень умный. Нет. Невероятно умный. Максвелл. Как определяется вертикальный сектор обстрела? Вертикальным углом, по которому движется пулемет, выше и ниже линии, соединяющий ствол и мишень, так, чтобы выстрелы угодили в цель. Слушай, Сэнди, нужно вот так. У меня никогда не получится. Почему другие могут, а ты нет? Я должен справиться, если нет. Дэвис, у нас что тут, ты ясли? А ты собираешься брать полет личного механика? Помощь ведь никому еще не вредила. Занимайся своим делом. Ничего, паренек, он тебе придирается, потому что со мной у него не выходит. А, это что за куча хлама? Все должно быть собрано. Ты должен собрать его за две минуты с завязанными глазами. Легко. Ребята, сюда. Наш чудо-механик будет творить слепую. Две минуты, посмотрим. Все, теперь, начинай. Вот готово, все собрано. Впечатляющий гаджет, просто великолепно. Так точно, сэр. Все собрано, так точно, сэр. А это что такое? Каждый пулемет неисправен. Стреляйте, пока не заклинит, и определите причину. Хорошо. Хорошо. Давай. Давай. Дэвис, твой пулемет там. Прекращаешь огонь вот так. Нужно справляться с непослушным пулеметом. Так точно, сэр. Давай. Промах. Давай. Есть, попал. 25. Достаточно, чтобы получить зачет? Да, пока достаточно. Ты следующий. Давай. Давай. Промах. Давай. Промах. Сначала я решил, что это ошибка. Не понимаю, о чем это вы. Ты специально хочешь сделать так, чтобы меня выгнали. Не болтай ерунды. Ты промазал. Грязная работа, свидетель или нет? Хочешь сказать, что я лгун? Да. И непременно сам. Попробуй. Они дерутся. А ну хватит. Кто из вас начал драку? Я сорвался, сэр. К сожалению. У вас отличный послужной список, Дэвис. Больше этого не случится, сэр. Еще один такой случай, и вам это не садят с рук. Вам ясно, сержант? Так точно, сэр. Можете идти. Не жди, что я буду тебя благодарить. Я и не жду. Тогда этих ребятам похвастайся перед ними хорошим поступком. Да я? Продолжайте. Ну что? Продержали в камере несколько часов, а потом решили дать еще один шанс. Хорошее дело. На следующий раз я закончу. Начатое. Почему вы ребята так не взлюбили друг друга? Фокси неплохой парень. Не хочу обсуждать эту тему. Тебе повезло, Джон. Одного моего приятеля исключили за то, что он выдохнул на генерала. Как ты выдохнул? Да вот так, выдохнул и все. Правда, и не было переднего зуба, и звук был смешной. Джо! 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 Чего? Субботу увольнений на сутки. Чего ты вдруг посреди ночи вспомнил? Просто не хотел бы ты провести выходной на пляже? Хочешь позвать в гости? Идет. Спокойной ночи. Пропуск на всю ночь, и я счастлив. Куда собираешься? Туда, где побольше девчонок. Во всем Техасе их одинаково. Проходи. Не видел рядового Лэнда? Нет, сержант, не видел. Он должен ждать меня здесь. Порядок. Спасибо. Не так быстро, солдат. Пропуск. Вот и я, Фокси. Извините, что опоздал. Порядок, Сэнди, да? Вперед. Это еще что такое? Провести увольнений с ним вместе? Ребята, теперь уже поздно. Моя сестра приехала, чтобы встретить нас. Чем дело, Сэнди? Нужно уговаривать гостей? Ах, сестра, его сестра. Ну, это совсем другое дело. Пойдем. Что ж, очень приятно. Сэнди ничего не сказал. Моя сестра Пегги, сержант Пэдис, сержант Дэвис. Сэнди рассказал мне о вас обоих. Надеюсь, ничего плохого. Он был честным. Я поведу. Как ты там? Спасибо. Очень здорово. Если попал на юг, то нужно говорить с южным акцентом. Здорово. Да уж, это вам не казарма. Сэнди, ты бы показал сержанту Дэвису свою работу. Мама, ему вряд ли будет интересно. А что за работа, миссис Лэнд? Картины у него очень хорошо получаются. Давай, Сэнди. Ну ладно, пойдем. Если хочешь взевать от скуки. Простите. Конечно. Следующий танец мой. С удовольствием. Пойду. Я на середине загадочной истории. Убийств все больше. Обязательно расскажи, кто их совершил. Непременно. Границ совсем близко. Да. Где-то 25 километров. Я бы этим воспользовался. Там же столько всего. Да, я слышала. Вот, вот. Можно было бы туда сгонять. Отличная идея. Вот что. Вызовите этих двух, а я подгоню машину. Позвать их? Да, конечно, конечно. Сейчас. Я быстро. Конечно. Странно, что они предпочли остаться дома. Они же приехали отдыхать. Да, я тоже решил, что это странно. Но, в конце концов, все люди разные. Разные. Тому, кто так рисует, можно было бы остаться дома. Только не я. Я стану воздушным стрелком. Да, ты у нас парень с сердитой. Прости, Сэнни. Я обещал танец твоей сестре. Я как раз. Если все получится, то у меня будет приличный процент. Правда? Расскажите мне о себе. Ну, это вам вряд ли интересно. Интересно. Мне нравится больше узнавать о людях. В самом деле? Хорошо. Моя мать была индийской принцессой и отец пиратом. Он любился не с первого взгляда и похитил. Я родился на одном из островов Южных морей. Я никогда не встречал такого, как вы. Это у нас взаимное. Я не встречал такого, как вы. Вы имеете в виду в армии? Ну да, так и есть. Странно. Я была уверена, что мы срежем. Мдаааа. Здорово придумали. Что? Я и сам проделал этот фокус. Тысячу раз. Идеальный вариант. Лунный свет. Цветущие апельсины. Красота. Так, минутку. Я просто сказала, что хотела срезать угол. Ну, я о том же. К чему долгий обходной путь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что мне еще сказать? Ничего. Скажем так, это была ваша ошибка. Добро пожаловать домой. Привет. Вы нас покинули. Сбежали. Знаете, это не очень вежливо. Но я думала, что вы не захотели поехать. Фокси. Вот что он вам сказал. Спасибо за прекрасный вечер. Спокойной ночи, малыши. Спокойной ночи. Ну и тип. Да уж. Я бы тоже не упустил свой шанс, просто не было возможности. Вот как. Вы обещали мне танец. Мы, Янки, ничего не забываем. Итак, в первом раунде Фокси тебя сделал. Я упал, как подраненный голубь. И у него было еще одно преимущество. Он смог покидать расположение каждый вечер, а я нет. Мы готовились к стрельбе из пулемета 30-го калибра по неподвижным мишеням. У Сэнди получалось уже лучше, а у меня, может, потому что я думал о Пеге, хуже. Фокси делал все, чтобы меня отчислили. И вот настал важный день. Мы должны были стрелять из тех же пулеметов, но уже по движущим смешениям. Вечер обещал быть непростым. Фокси пригласил на стрельбы Пеги. Я не могу, Бокли. Наверное, я не могу. Готов. Понял. Стрельбе готов. Понял. Нужно беречь барабанные перепонки. Короткими очередями отслеживайте направление стрельбы. Продолжение следует. Если все не стреляют по одной мишени, как определить, кто попал, а кто нет? Это первый этап. Пуля окрашена. Каждый пулемет оставляет свои следы на мишени. Я думал только о тебе. Ладно, дружок, откровение потом. Не забудь. Ты отлично там смотрелся, Сэнди. А ты мне оказывал моральную поддержку. Спасибо, что приехала. Заряжай пулемет, я подготовлю мишень. Я так понимаю, стрельба под движущейся цели имеет важное значение. Да, это последний этап. Ведется огонь по самолету из самолета. Если не пройдут два последних испытания, то все в порядке. А если нет, будут тренироваться до посинения. Все готово. А вот грязная бельишка. На следующем заходе дай полную скорость. Я выстрел на 60 километров. На этот раз дай полную. Но у меня есть инструкция. Там есть парень, нужно одрать ему уши. А если дрезина следит с пути, так ты сделай так, чтобы не слетела. Я сказал, она не пойдет на полной скорости. Есть участок. И вообще казенное имущество. Ладно, я сам сделаю. Не успеешь спрыгнуть? Работай. Дрезина поехала сама, на ней сержант Пэдис. Отменить стрельбу. Эй, это штабной джип. Я ничего не делал. А что произошло? Зажал акселератор, а не смогу. Нужно остановить ее, иначе все преломает. Они погибнут. КОНЕЦ КОНЕЦ Покси, дорогой, ты в порядке? ПЕГГИ 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 Да в чем дело, собственно говоря? Соня, сюда. Мисс Джонс? Мисс Кэсседи? Мистер Блейн? Как там погода? Это мисс О'Донелл. Не работает, сэр? Я засунул до пятака, ничего. Дайте-ка мне. Дорогая, ничего тебе не говорила, но это чудо-механик. Так вот ты кто. А я и не знала. Пойдемте, девочка, он проводится здесь весь вечер. Подержи, чтобы не мешало работать. О, интересно. Я же говорил тебе, не надо туда лезть. Ты ничего не понимаешь. Чтобы теперь собрать, тебя самого разберут. Не переживайте, ребята. Ну как он? Ты была там так долго. Доктор сказал, утром выпишут. Вот и хорошо. Я понимаю, ты пришла к нему. Но может, пойдем потанцуем? Ну, знаешь, день был таким тяжелым. Лучше я поеду домой. Я понимаю. Лучше не бывает, как новенькая. Спасибо. Где пятак? Вот, держи. Я же сказал, работает. Преступайте, лейтенант. Пегги. Пегги. Я здесь пробуду еще неделю. Это неожиданно, но война все меняет. Прости, Джон, что ты сказал? Мне что, начинать сначала? Джон. Фокси только что сделал мне предложение. Ты и Фокси? Ты удивлен? Да, вроде того. Честно говоря, тоже немного. Ты ведь знаешь Фокси. Да, я его знаю. Ладно. Хорошо. Увидимся на выпускном. Видишь, Дэвид, что бывает с теми, кто играет честно? Простите мой цинизм. Каждый решает сам для себя. Работы впереди было много. Я пытался забыть. Все, что было раньше, детские забавы. Теперь настоящее испытание. Стрельба из самолета в условиях, имитирующих боевые. Мишень на буксире. Два таких полета, и наступит решающий момент. Или получаешь значок стрелка, или навсегда остаешься на земле. Помещение для инструктажа, нервозная обстановка. Все ждут вылета. Пальцы тебе еще пригодятся, Сэнни. Хуже, чем ждать, пока тебе вырвут зуб. Группе Д приготовится к вылету на стрельбы. Воздух, воздух. Группе А приготовится. Через пять минут быть на полосе. Так, ребята, проверим снаряжение. Завяжите съемки, а то вдруг сядешь на воду. Приятно вернуться домой. Как результат? Да кто знает. Я глаза почти не открывал. Не переживай за нас. Мы вашим точно задницу надерем. Да, счет будет в нашу пользу. А вот и новости. Я горжусь с вами, ребята. Прошли всех, за исключением одного. Кто он? Неужели я? Наверное, это ошибка. Прости, Джонсон. Ты выполнил две попытки. Будешь работать техником. Но я хочу быть стрелком. Поэтому я здесь. Мне очень жаль, Джонсон. Ладно, парень. Ты пытался. Группе А на взлетную полосу. Группе А на взлетную полосу. Думаешь, твои хорошо поработали, Бенсон? Посмотрим, что скажут общие результаты. Да ясно, что. Подожди, это только между мной и Бенсоном. Ну что, сколько ты там ставил, придурок? Ты тоже ставил. Мне деньги нужны заранее. Закажу обручальное кольцо. Хорошо. Где гэджет? Пойдем, гэджет, пора на взлет. Что ты там увидел? Приезжай в Японию, когда зацветут вишни. Вот дурень. Давай, руки в ноги. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Номер 24. Почему ты не стрелял? Прости, Фокси. Я пытался, но не смог. Пытался. Я бы все понял, если бы ты стрелял и промахнулся. Я пытался, но что-то случилось. Не могу объяснить. Мне стало плохо. Плохо. Ты струсил и сдался. Я тебе. Сержант. Успокойся, парень. Такое со многим бывает. Оставь меня в покое. Оставь и все. Противно, что это случилось именно в моей группе. А как быть с Энди? Что теперь? Полетит завтра в второй раз и наберет баллы. Или я ему. Да, такой финал просто сломает парня. Он сам вызвался добровольцем. Он знал, что его ждет. Это не игрушки. Не думаю, что он испугался. И Фокси тоже. Ты о чем? У всех нас есть причины, чтобы быть здесь. Может, мы здесь для того, чтобы набить нацистов и эпошек, чтобы они проиграли. Может, мы сражаемся за идеал. Хотим уйти на войну и покрыть себя славой. Но только не Сэнди. У него есть личная причина, которая гонит его вперед, хватает за живое. Что и случилось сегодня. Схватило за живое. Как будто ты знаешь, Джонси. Я видел таких, как он. Тихие дети, которым становится плохо. Но в бою, когда сверху пикируют бомбардировщики и вокруг свистят пули, они превращаются в настоящих солдат. Подожди-ка, так ты был на войне? С англичанами под Дюнкерком. Пойду, прогуляюсь. Вот это Джонси, а? С англичанами под Дюнкерком. Вот уж никогда бы не поверил. Хочется верить, он прав насчет Сэнди. Хуже, чем сегодня, вряд ли будет. Где Лэнд? Где Лэнд? Я видел, как он пошел к часовне. Застегнись. Слушай, Сэнди должен использовать свой шанс. Мне кажется, если ты полетишь завтра, ты будешь действовать ему на нервы. Я отвечаю за группу Дэвис. Если мне потребуется совет, то я сам спрошу. Почему я такой? Почему у меня нет хоть частицы храбрости моего отца? Он отдал жизнь за страну и никогда ничего не боялся. Дай мне сил продолжать ради него. Обещаю, что справлюсь. Пожалуйста. Я пытался. Мне было тяжело. Помоги мне. Помоги мне. Совсем немного. Господи, помоги мне справиться. Будь со мной завтра. Когда я снова буду наверху, я должен показать себя. Должен. preparation. ПОДРวย. ПОДР imagen. ПОДР fabricti. Должен. Должен. ПО-Б后 пять divorce снён. Джон. ПО-Ирвоп. ПО-НГАЛВ. ПО- smiles. Должен. ПО- ниболь. Сэнди, прости за то, что сказал тебе Днем. Я расстроился из-за того, что ты не смог стрелять по мишени. Я тебя не винил. Слушай, парень, в армии и так полно дел. Пойдешь в штаб, будешь рядом с домом. Завтра я могу повторить попытку. Конечно, можешь. Только не нуждай меня злиться снова. Хорошо, Фокси. Завтра все будет нормально. Ху-ху-ху. Ху-ху. Играет музыка Но по-моему он настроился Рядовой лейнг номер 24, пошел Играет музыка Играет музыка Сэнди не прыгнул 25, 23, 22, вернутся на аэродром Катер Ты куда? Катер, отвечайте, катер Катер слушает, лейтенант Сэвидж, прием В море упал самолет, там стрелок, 3 мили от побережья Торопитесь Ребята, срочно выходим Катер Только недолго Привет, Сэнди Фокси Фокси Не надо было мне гнать тебя наверх Оружие подвело Пулемет Что ты говоришь? Я сам собирал пулемет Никогда не получалось как следует Как там ребята? Хорошо Все сдали Сони и Гэджет ждут в коридоре Получат значки Крылья Да, и ты тоже, когда выйдешь отсюда Ты шутишь, Фокси Меня вышибут Это Фокси виноват Устроил представление Застращал парня Мы вот ждем здесь Тебе нужно Знаешь, парень, что тебе не хватает? Чего? Молнии на губах Тебе нужно отдохнуть, парень Подожди Что это? Это отца Нам прислали с Гавайев Говори потише, Сэнди Больше ничего не осталось Они сказали, что он погиб во сне Не успел проснуться Это все, что нам передали Я поклялся, что возьму ее с собой Когда мы полетим на Токио Полетишь, Сэнди? Со мной И мы вместе полетим на Токио Ты тоже уходишь воевать? Да Будем служить одной части Возьми ее Подожди, Сэнди Возьми ее вместо меня Фокси Ты храбрый Как мой отец Я так и не смог Доктор Доктор Сэнди 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 Пегги, я Ты заставила улететь Ты знал, что он не может Пегги, я не мог ничего сделать Не смей прикасаться ко мне Сэнди Сэнди Субтитры создавал DimaTorzok Выпускники Харленджина, через несколько недель вы будете сражаться со своей страной в Аляске, на южных морях, в Британии, в Африке, на всех театрах, окружившей нас войны. Вы готовы, поскольку стоите сейчас передо мной, чтобы получить знак стрелка, крылья. Носите их с гордостью, они отмечают ваши достижения. Сержант Майкл Обэннион Сержант Генри Джонс Сержант Джонатан Дэвис Сержант Джексон Максвелл Сержант Бленсворт Блейн Мы помним одного из вас, кого уже нет с нами. Ему здесь было нелегко, но он хотел стать воздушным стрелком. Он знал свои слабые места. И несмотря на неудачу в первый раз, совершил вторую попытку. Его храбрость вдохновляет нас идти в бой, несмотря ни на что. Несмотря на потери. По поручению командования армейской авиации и этого выпуска, мы вручаем посмертно сержанту Сэнфорду Ланду знак крылья воздушного стрелка. Миссис Лант, примите заверение в нашей глубокой симпатии и дружбе. Мой мальчик очень бы этим гордился, генерал. Очень гордился. Впервые с того момента, когда он сам был мальчишкой, болтающимся по Нью-Йорку, плюющим в лицо судьбе. Фокси! Девушка пережила потерю. Для него это был удар. Я тоже любил ее. Она позволяла мне целовать себя на прощание. Не давала обещаний. Мне даже казалось, что у меня появился шанс. Через несколько дней получил назначение и прибыл сюда. Даже не прощавшись с Фокси, он не стал прощаться со мной. Он был сытной по горло. Прошло несколько недель. Помните, вы меня вызвали. Вы вызывали, сэр? Вы вызывали, сэр? Да. Из Сан-Франциска к вам прибыл воздушный стрелок. Сержант! Сержант! Как я понимаю, вы знаете друг друга. Так точно, сэр. Займитесь им, лейтенант. Ведите в курс дела. Мне пора. Есть, сэр. Ты же не собирался боевать. Передумал, сэр. Интересное кино. Так точно, сэр. Какое совпадение, что тебя направили именно сюда? Не совпадение, сэр. Я попросился именно сюда. Слушай, Фокси, твоя ненависть готова преодолеть 5000 миль? Нет, сэр, ни в коем случае. Нет. Фотография одной красотки, которую вил в журнале. Она великолепна. С таким загаром, вы знаете. Пойдем познакомимся с экипажем. Есть, сэр. Смирно. Вольно. Посмотрите, кто к нам пожаловал. Здорово, Гэджет. Привет, Соня. Нет, свободный уголок найдется. Здорово. Здорово. Сержант Треск, наш бомбардир. Фокси Пэдис, воздушный стрелок. Очень приятно. Располагайся. Я наверху. Спасибо. А Джонси с вами, ребята? Это его койка. Его забирают на том же самолете, на котором ты сюда прилетел. Джонси? Да. Получил очередь с зеро. Поршиво. Он был отличным парнем, Джонси. Да. И Сэнди тоже. Гэджет. Чего? Умолкни. До встречи, ребята. Давай, я тебе помогу. Пошли в магазин, а то закроется. Разве? Уже так поздно? Им лучше знать. Оставь их, Треск. Я думал, тут у вас на южных морях жарко. Сони и Гэджет игнорировали Фокси с самого начала. Они все еще считали виноватым в том, что случилось с Сэнди. И на такой небольшой площади рано или поздно должен был произойти взрыв. Ты забыл, как надо играть, дурень. А я никогда не умел. Сэнди научил его играть. У него тоже не очень получалось. Так, с меня хватит. Пожалуй. Еще раз услышу, мисс Энди. Смирно. Что с вами, ребята? Ничего, сэр. Он просто... Так, слушайте оба. Мы должны работать вместе. Или экипажа бомбардировщика из нас не получится. Не нравится Фокси? Переводись. И тебя это тоже касается. Вы этого хотите, сэр? Если не прекратите хныкать, как пара школьниц. Есть, сэр. Давайте на аэродром. Готовьте машину к вылету. На бомбардировку? Получили задания, сэр? Не знаю. Пока только пришел приказ. Проверьте машину. Фокси, иди проверь пулеметы. Есть, сэр. И... Спасибо. Что? Спасибо. А они на меня наезжали. Давно хотел это услышать. Я рад, Фокси. Подожди. Это тебе. При подходе к объекту разделяетесь для удара по своим целям. Лейтенант Брент, вы берете ангары. Есть, сэр. Если на аэродроме будут самолеты, то их тоже. Так точно, сэр. Лейтенант Дэвис, ваша цель — казарма. Фотографии видели? Так точно, сэр. Фергюсон берет заправщик. Ясно? Так точно, сэр. Встретите истребителей, в бой не ввязывайтесь. Ваша задача — сбросить бомбы и вернуться домой. Мы не можем позволить себе потери. Так точно, сэр. У меня все. Сверим часы. Взлет 13.30. Удачи и поработайте как следует. Удачи и поработайте. Удачи и поработайте. Сержант Трест, говорит лейтенант Дэвис, будьте наготовы, когда войдем в опасную зону. Понял, сэр. Пока никаких признаков. Огней нет. Сержант Блэйн, говорит лейтенант Дэвис, мы на подходе к Гэджет. Понял, сэр. Сарно, уведите машину. Эй, Фокси. Фокси, что там сзади? Одиноко, сэр. Я говорил с полковником. Обещаю дать стюардессу. Мне, пожалуйста, двух, лейтенант. Береговая полоса. Брандт, Фергасон, это Дэвис. Подходим к объекту. Выходите на цели. Понял. Летим быстро, набреющим. Треск тебе подходит. Бомбовые люки открыты. Снижаюсь. Треск готов. Отличная работа, Треск. Ну, ты даешь. Старайся. Сколько теперь у них металлолома? Давай-ка уменьшим и наш вес. Есть второй заход. Бомбы выпущены, сэр. Они стреляют из синиток. Вот бы с ними разобраться. Дайте мне шанс. Еще будет, Фокси. Сегодня мы славно потрудились. Нужно, чтобы поворачивали домой. Лейтенант Сарнова вызывает Бранда и Фергюсона. Как успехи. Они разбомбили ангары и заправщики. Поворачивают домой. Отлично. Что-то не вижу японских самолетов. Все были в ангарах. Хочется верить. Не полет, а красота. Вверху слева зеро. Тревога у меня на хвосте зеро. Приготовится к отражению атаки. Ясно? Ясно. Они как летучие мыши. Вот они. Я тоже их вижу. Нужно сообщить остальным. Лейтенант Дэвис, Брэнд Фергюсон, у нас на хвосте зеро. Правда? Не валяй, дурака. Полковник ясно сказал, вернуться домой. Понял. Не ждите меня. Уходите. Уходите. Первая кровь. Эй, Соня, врежь ему. Вон внизу. Трое слева снижаются. Давай, Гэджет. Есть. Я своего удела. Молодец. Последний маневрирует. Соня, бей его. Он внизу. Соня. Соня. Все, сэр. Последний удрал. Сарнов, бери управление. Сарнов. Сарнов. Гэджет. Гэджет, давай сюда. Помоги мне. Я ранен. Гэджет. Бери двигатели. Нужно посадить машину. Мы не дотянем. Мы не дотяну. Сырнов. Мы не дотяну. Соня. Соня. Мне было бы лучше, если бы ты попробовал прорваться. Знаешь, Джон, у меня тут кое-что есть. Вдруг поможет. Дорогой Фокси, Джон написал, что вы служите вместе. Я знаю, что была к тебе несправедлива. Пишу, чтобы попросить у тебя прощения. Ты делал свою работу. А Сэнди все равно полетел бы, что бы ни случилось. Он тоже делал свою работу. Что касается нас с тобой, то хорошо, что все так закончилось. Ты должен понять это. Никто не был мне так дорог. И ты чувствовал то же самое. Что касается Джона, я ему еще не сказала. Но когда он вернется, я буду ждать. Пожалуйста, не сердись на меня, Фокси. Когда пройдет время, я буду рада снова увидеть тебя. Пегги. Нельзя все время выигрывать. Она удивительная девушка. Ты, как всегда, прав. Лейтенант, я все починил. Двигатели будут работать. Правда? Вы сомневались в чудо механики? Осталось зажигание. Дайте мне пять минут. Вы сможете взлететь? Заканчивай. Тогда посмотрим. Я все сделаю. Мы не одни. Да, снайпер. Делай зажигание. Заткнись и работай. Джон Штурвалу, готовься к взлету. Он там не один. Чини зажигание. Пять минут. Действуй, гаджет. Ты ничего не разбирай. Гаджет, торопись. Времени нет. Гаджет. Гаджет, быстрее. Давай, гаджет. Я справлюсь. Делаю, что могу. Гаджет. Готово. Пробуйте. Молодец. Молодец, гаджет. Зови Фокси. Фокси! Сюда. Вы готовы. Взлетайте быстрее. Фокси, мы тебя не бросим. Фокси! Я не смогу. Уходите, или погибнем все. Он не идет. Хочешь, чтобы мы летели без него? Притащи его сюда. Фокси! Давай сюда! Взлетайте! Я их надолго не задержу. Взлетайте! Давайте, червяки! Вам меня не взять! Ладно. Взлетаем. Взлетайте, червяки! Взлетайте, червяки! Вот так, Сэнди. Он отдал свою жизнь, чтобы мы вернулись домой. И снова вылетали бомбить врага. Что мы и будем делать, Фокси? За тебя, за Сэнди и его отца. И за всех тех, благодаря кому звездно-полосатый флаг развивается над свободной Америкой. Мы будем бить их снова и снова, пока не прикончим. Это Фокси, и я тебе обещаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok